Каковы они, слагаемые педагогической деятельности? Своим представлением об этом с нами поделится студентка факультета психологии Мария Ансупова. Психологи есть зале? Почему так тихо? Давайте громче, громче, громче! Мария Ансупова, факультет психологии. Учитель. Будь солнцем, излучающим человеческое тепло. Так сказал великий педагог-новатор Аманашвили. Я студентка четвертого курса. Мне еще многому предстоит научиться, но много я уже поняла. Пройдя практику в школе, я поняла главное. Главное — это любовь к детям. Ведь если мы любим своих детей, которых обучаем, то мы сможем добиться очень высоких результатов и останемся навсегда в сердцах своих детей, которых мы когда-либо с вами обучали. Так что первым кубиком в нашей пирамиде — это будет любовь к детям. Несомненно, учитель должен быть грамотным. Он должен полностью ловить те предметы, которые преподает. Хорошо знать его и творчески преподносить ребенку. Поэтому вторым кубиком у нас будет грамотность. Несомненно, грамотность и любовь к детям могут просуществовать. Но у нас обязательно с вами должны быть творческие подходы к детям, потому что каждый ребенок является индивидуальностью. Поэтому третьим кубиком в нашей пирамиде — это будет творчество. Немо важным качеством учителя заключается в том, чтобы он был современным. Современность — это стремление учителя к новому, использовать новые технологии в системе своего обучения. Поэтому четвертым кубиком в нашей пирамиде будет современность. Современный учитель должен быть хорошим психологом, обладать способностью к эмпатии. Поэтому четвертым кубиком, пятым кубиком у нас будет эмпатия. Учитель должен стараться понять членника и видеть каждого из них насквозь. Вот так и построилась наша с вами пирамида, которой должен соответствовать учитель моему понятию. Учитель должен быть начитан, чтобы нас чему-то научить. Учитель должен быть магнитом, и должен он детей любить. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...